Накануне на аппаратном совещании правительства и муниципальных организаций глава региона Шалбан Краул поставил задачу обеспечить максимальное участие ТУВ в федеральных целевых программах в будущем году. По его словам, каждый руководитель исполнительного органа власти должен быть заинтересован в привлечении федеральных средств для развития своей отрасли. Глава ТУВ напомнил, что работа вице-премьеров и министров по участию в федеральных целевых программах является одним из показателей их эффективности. Каждый зам или министр должен знать все, что происходит с их заявками в федеральных ведомствах и быть готовым в любое время суток предоставить необходимую информацию и свои предложения, подчеркнул глава. В Барнхимчикском районе приступили к искусственному осеменению овец. Недавно созданное в поселке Шекпер предприятие Племсервис в этом году планирует охватить хозяйство трех участников губернаторского проекта – кэштаг для молодой семьи из этого района. Дозу для осеменения закупали в Хакасии, где есть все необходимое для криоконсервации и последующего хранения семенной жидкости. Отметим, что такая технология позволяет решить многие проблемы разом. Это и малый приплод или же инбридинг внутри отары. Если в отаре в течение пяти лет работают одни и те же бараны-производители, это приводит к вырождению скота, появлению слабых и больных ягнят. Кроме того, искусственное оплодотворение позволяет планировать сроки расплодной компании в Атарах, что в условиях Тувы определяет многое. С 1 ноября сотрудники компании ТВ-Энерго планируют провести проверку работы приборов учета у всех жителей Тувы. Проверка счетчика электроэнергии является обязательным мероприятием, в ходе которого необходимо подтвердить пригодность прибора для реализации учетных задач. Российское законодательство указывает на обязательное использование в качестве учетного оборудования приборов, прошедших контрольные испытания. Так, рейдовые мероприятия в первую очередь направлены на наведение порядка в базе данных потребителей, сравнение показаний, уточнение номера счетчиков и лицевых счетов, установление данных о собственниках жилья. Работу в этом направлении энергетики планируют закончить в конце декабря.